На смену доктору смерти пришла министр, которая пошагово выполняет медицинскую реформу Ульяны Супрун и даже превзошла своего учителя. Получается, недовольные украинцы возмущались не с только самим фактом реформы, а скорее личностью министра, ее внешним видом, манерой говорить и давать советы. С одной стороны, провальная коммуникация Ульяны Супрун, которая признана самой одиозной фигурой в истории Кабмина, второй по непопулярности после Арсения Яценюка. С другой стороны, если у медицинской реформы есть кураторы на Западе, то налицо блестящая имиджевая комбинация. Супрун забирает на себя весь негатив, затем ее торжественно увольняют. И новая министра, у которой даже имя в рифму Ульяна Заряна, тихо, без лишнего шума, без помпы и рекламы, довершает начатое доктором смертью. Давайте разберемся вместе, как получилось, что массовое сознание так легко можно обмануть. Во-первых, коллективный разум склонен к упрощению. Помните из учебников по управлению? Интеллект толпы равен интеллекту самого глупого участника. Недаром век толп – настольная книга любого политика. Хочешь управлять обществом – научись управлять толпой. А толпа – тупа, как бы неумен был каждый человек по отдельности. И в этом смысле человек прямо противоположен, например, пчелам. Пчелы, изолированные от сородичей, абсолютно беспомощны и слабы. Пчела, которую не пустили в Улей, погибает. И наоборот, собравшись в рой, пчелы проявляют непостижимо четкое следование генетической программе. Пчелы способны показывать чудеса кооперации. У них есть четкая иерархия, нарушение которой жестко и мгновенно карается. У пчел нет понятия «из грязи в князи». У них есть предназначение, которому насекомые безропотно следуют, пока способны жить. Человек прямо противоположен. В любом коллективе так, чем больше команда, тем меньше люди проявляют полезных навыков. Собрание, где активно участвуют свыше десятка человек, априори неэффективно. Это простой базар, то есть хаос. Массовое сознание тоже хаос, но хаос контролируемый. Вернемся к Ульяне Супрун. Хаотичная модель массового сознания предполагает мышление штампами. Коллективный глупец не хочет долго разбираться в фактах. По сути, он не хочет вообще думать, он хочет приклеивать ярлыки. Возьмите всю человеческую мифологию, там не будет сложных героев, долго разбирающих моральные дилеммы. Герои мифов либо святые, либо злодеи. Змий-искуситель, Минотавр, Понтий-Пилат и наоборот, Прометей, Иисус из Назарета, Джордана Бруно. Найди для героя сильный образ и найдешь ключ к массовой коммуникации. Именно поэтому украинские политики обречены нести идею мессианства. Они святее Папы Римского. Иначе сложно объяснить, зачем тот же Зеленский мчит через полмира на прием к Папе в Ватикан. Там не заключается экономических соглашений, там не обсуждается политических вопросов. Это просто визит ради пары знаковых фотографий. Но это важная часть коммуникации Зеленского, который принял на себя образ мессии. А кто же находится по другую сторону? Кто абсолютное зло? Доктор Смерть – идеальный кандидат. Последних пару лет Ульяна Супрун возглавляла рейтинг ненавистных украинцам чиновников и политиков. Она установила рекорд непопулярности. И здесь важно, украинцы не доверяют лично Супрун. Но большинство из них не в состоянии, например, объяснить, что же такое медицинская реформа. Ведь медреформа намного сложнее, чем просто клише «Доктор Смерть». Чтобы понять, что меняется по медреформе, нужно потратить несколько недель. И медреформа не так однозначно. В ней есть и положительные, и негативные стороны. То есть медреформа слишком сложна, чтобы бороться с нею силами нашего отупевшего коллективного интеллекта. Дальше все развивается снова по мифологическим законам. Герой-мессия отрубает голову дракону. Взамен на этом месте вырастают две новых. Это очень важная метафора. Зеленский увольняет Супрун. Доктор Смерть повержена. Но посмотрите фильм «Убить дракона». Взамен старому дракону всегда приходит новый. Этот мир не может существовать без зла. Просто современное эффективное зло в совершенстве овладело искусством мимикрии. И вот одиозная начальник Минздрава повержена. Она вышла из повестки. А что же с реформой? А реформа идет дальше. И увольнение Супрун на нее никак не повлияло. Так против чего же мы боролись? Сейчас покажется удивительным, но Супрун не всегда носила с собой кличку Доктор Смерть. Простой поиск по выдаче гугла с заданным диапазоном дат. Вот она самая первая статья с упоминанием клички в привязке к фамилии главы Минздрава. Декабрь 2016-го, спустя полгода после того, как Супрун встала у руля. Достаточно нишевый сайт, специализирующийся на компромате. Но дальше как снежный ком. И вот сейчас по запросу Доктор Смерть Супрун 180 тысяч результатов. А вот ее преемница Заряна Скалецкая. Заголовки поисковой выдачи по ней более чем нейтральные и даже благожелательные. Какая милота. У Заряны Скалецкой родился племянник. Хотя нам какое дело. Скалецкая в рейтинге самых влиятельных людей в Украине. Скалецкая докладывает Зеленскому о мерах по борьбе с коронавирусом. И как бы не взначай, между делом, практически между строк. Второй этап медицинской реформы стартует 1 апреля 2020 года. О чем это говорит? Ушла личность, смещены акценты. Подавляющее большинство даже не знают, как выглядит новая министр. И уж тем более, далеко не все вспомнят ее фамилию. То, как мы видим, мир напрямую привязано к нашему языку и образному мышлению. С древнейших времен смерть один из мощнейших семиотических символов. А кто такая Заряна Скалецкая? У нее даже клички нет. Явление, которое не существует, невозможно любить или ненавидеть. Врага нужно знать в лицо, иначе не ясно, с кем ты воюешь. И вот поэтому, с точки зрения паблик релейшнс, Скалецкая идеальный кандидат. В сравнении со зловещей и всемогущей Супрун, это серая мышь. Но эта серая мышь получает зарплату в 100 тысяч гривен. Хотя Супрун брала в три раза меньше, всего лишь 30. Эта серая мышь Скалецкая сейчас реализует последний финальный этап медицинской реформы, после которой откат назад уже будет невозможен. И эта серая мышь окончательно уничтожает базовую статью украинской конституции о бесплатности отечественной медицины. Перед выборами Зеленский критиковал медреформу, срываясь на крик. Что поменялось в медицинской сфере с тех пор, как Зеленский стал президентом? Да особо ничего, кроме увольнения Супрун. А как же наш коллективный разум? А ведь помните, мы говорили, что он совершенно глуп, и у него теперь хватает других новостей. Бесконечная война, начальник таможни в стриптиз-клубе, атошники послали прокуроров на три буквы, коронавирус, и, конечно же, президент поехал на поклон к папе Римскому, как будто только папы здесь и не хватало. Голубые экраны? Делай громче!